Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня мы рассмотрим все изменения корейской версии игры ArcheAge за октябрь. Их получилось не так много, поэтому весь месяц я их и собирал. Итак, во-первых, был увеличен лимит голды с 3000 до 6000, выдаваемый с помощью системы распределения среди членов в рейда по почте. Уголек, который мы можем получить из своего камина в доме, теперь будет действовать 3 дня. В настройках самой игры появилась ручная настройка камеры. Теперь помимо дальности камеры, можно настроить ее скорость отдаления и угол обзора. Нихуя, вот это зум, вот это просто охуенный зум, просто... Появилась возможность добавлять в чат ссылку крафта того или иного предмета из ремесленной книги. Отлично! Осталось только ввести крафт в игру. Я не скрываю, мне богу, все об этом знают. Система черного списка была немного расширена. Вы не сможете воспользоваться порталом, созданным игроком из вашего черного списка. Игрок из вашего черного списка не сможет попасть в вашу созданную группу или рейд. Но если имеется два смежных рейда, где вы являетесь главой, к примеру, первого рейда, то игрок из вашего черного списка сможет вступить во второй рейд. Если, правда, данный игрок, конечно, не находится в черном списке еще и у игрока, который является главой второго рейда. Игрок из вашего черного списка не будет видеть ваш поиск группы, ПГ. Игроку из вашего черного списка не будет приходить уведомление о приглашении в группу или рейд. Это касается как личных, так и приглашений по области. И это все изменения. Этого, конечно, мало, но не нужно забывать, что на Корее, помимо основных изменений, вводят еще изменения чисто для корейской версии игры. Да, их, конечно, немного, но все же они есть. На Корее также были новые временные ивенты. Именно новые, да, может не такие большие, но все же были новые. Ввели также новый PvE PvP instance, про который я рассказывал. Вводились также питомцы, гладера. Также, мало ли, кто не знает, но корейские разработчики каждую неделю делают какие-то работы над ошибками. Это я к тому, что вроде как бы корейские разработчики делают что-то, они работают, не просто сидят. То есть, допустим, если неделю там ничего я не говорю, то ничего не происходило. Нет. Но вот почему тогда так происходит, что они вроде как бы работают, вроде бы как бы что-то делают, но игра лучше не становится. Вот вам изменения ProCraft, но где сам крафт? Вот вам новый PvE PvP instance, а ты такой, ну это же дерьмо. Они такие, вот вам новый ездовой питомец, а ты в это время орешь на ребенка, какого черта он красит кота в красный цвет? А вдруг он будущий разработчик игры? Ладно, короче, пишите свои мнения, мысли насчет данных изменений и в комментариях, что вы думаете. Также, конечно, не забываем подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а на этом у меня пока что все, всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok